ФМ на Дону Добрый день, Ирина Вячеславовна Ирина Вячеславовна, что ново в системе добровольной сертификации сделано на Дону, для чего она, что она дает вообще, эта сертификация? Давайте краткий экскурс в историю, совсем недавнюю причем. С 2013 года у нас внедрена в Ростовской области система добровольной сертификации, сделанная на Дону. Для чего она нужна? Очень часто задают эти вопросы, и мы на них с удовольствием отвечаем. Мы говорим о том, что в первую очередь это стимул для предприятий, которые осуществляют производство продукции, к повышению качества производимой продукции. Для чего? Для того, что сегодня большая часть потребителя – это люди, которые все-таки идут за качественным продуктом. То есть, сколько бы мы ни говорили, что да, действительно, первым критерием, которым руководствуется потребитель при выборе того или иного товара – это цена. Конечно же, да, цена – это немаловажный фактор, но ежегодные наши исследования свидетельствуют о том, что требования и критерии качества и безопасности продукции, которые приобретает потребитель даже повседневного спроса, оставляют желать лучшего. И система добровольной сертификации, сделанной на Дону, призвана в первую очередь повышать качество продукции, производимой в первую очередь нашими производителями. Какова сегодня ситуация? Сегодня у нас 22 предприятия Ростовской области получили свидетельство о прохождении системы добровольной сертификации и вправе наносить знак качества «Сделано на Дону» на свою продукцию. То есть, когда потребитель сегодня, приходя в объекты торговли, видит на продукции знак «Сделано на Дону», он должен понимать и знать уже о том, что эта продукция действительно высококачественна, не вызывает никаких сомнений в качестве безопасности. Поскольку сегодня мы, проводя исследования, в том числе реакции потребителя на вот этот знак, в динамике с 2013 года, мы понимаем, что уже каждый третий житель нашего региона знает, что такое «Сделано на Дону» и руководствуется данным критерием при выборе продукции. И, конечно же, растет спрос на эту продукцию. Мы сегодня видим, что и торговые сети действительно повернуты лицом к нашему производителю, особенно к тому, который действительно может каждый день подтверждать свое качество и безопасность продукции. Поскольку система добровольной сертификации – это не акция по выдаче наклеек, это действительно очень жесткий отбор, это практически ежедневно возможно подвергаться контролю качества этой продукции, и производитель отвечает за это качество в первую очередь своим именем. И чтобы пройти и получить этот знак, пройти систему добровольной сертификации, получить этот знак, некоторые предприятия-производители говорят, мы прошли семь кругов ада. Но это действительно так, и не для того, чтобы зарегулировать эту систему, а для того, чтобы действительно вот те жесткие критерии, которые установлены действующим законодательством, международными нормами и стандартами, они соблюдались на каждом технологическом процессе производства той или иной продукции. Это вот если коротко. Куда мы пошли дальше? Для того, чтобы в перспективе стимулировать и повышать качество не только производимых товаров, но и оказываемых услуг, с июля текущего года был расширен перечень системы добровольной сертификации, и теперь у нас предприятия общественного питания, рестораны, кафе, закусочные могут получить этот знак, система добровольной сертификации, сделана на Дону, пройдя эту систему и получив соответствующий знак именно в сфере оказания услуг. Но это, безусловно, еще более повышенные требования, поскольку здесь сертификация начинается от этапа закупки продукции для приготовления блюд и заканчивая в поле того, что не то что конечным блюдом и представленным в меню, но и многими вопросами смежными, касающимися и даже антитеррористической противодиверсионной защищенности. Ну, это действительно очень широкий спектр оказания услуги, потому что это нам кажется, что мы пришли в предприятие общественного питания, посмотрели в меню, заказали понравившиеся нам блюда, это все очень просто, вам принесли на уровне обывателя, понравилось, не понравилось, а за этим стоит очень серьезная технологическая цепочка, начиная от закупки товаров, причем качественных и безопасных, в случае, если предприятие принимает решение о прохождении системы добровольной сертификации. И вторая цель, которую мы преследовали при расширении перечня сертификации, системы добровольной сертификации, это, конечно же, стимулирование наших производителей и расширение канала сбыта. Почему? Потому что предприятие общественного питания может получить знак «Сделан на Дону» только в том случае, если в меню предприятия будет ассортимент продукции, ну, то есть это те блюда, которые приготовлены, будут из продукции донских производителей, включая алкогольную продукцию. Вот это одно из условий, и на сегодняшний день действительно заявления уже поступают желающих предприятий общественного питания, которые хотят иметь этот знак и привлекать таким образом своего потребителя, оно растет. И, конечно же, в эпоху развития такой тренда локальной кухни, это очень важно и актуально. А предприятия в основном самостоятельно принимают эти решения? Или это будет обязаловка для всех предприятий регионов? Значит, обращаю внимание, что система добровольной сертификации сделана на Дону. Именно поэтому наша задача в первую очередь, и эту задачу перед нами ставил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, чтобы продукция со знаком «Сделан на Дону» она была, понятно, что качественная, безусловно, это повышенные требования к производителю, к предприятию, который оказывает услуги. Но и чтобы бренд «Сделан на Дону» стал не только нашим региональным брендом, а мы позиционировали таким образом наш регион далеко за его пределами. И сегодня уже первые шаги в этом направлении сделаны. Мы стимулируем наше предприятие для повышения качества продукции, прорабатывая, внедряя различные механизмы мотивации, начиная от организационных мероприятий, выставочной и ярмарочной деятельности предприятий, где они могут участвовать в различных ярмарках, выставках, как внутри региона, так и далеко за ее пределами. А мы, конечно же, стимулируем, в первую очередь, потребителя к тому, что если он видит, как я уже сказала в самом начале нашего диалога, «Знак «Сделан на Дону», то это высококачественный продукт и безопасный». И я вам больше скажу, что уже в рамках развития межрегиональных связей многие коллеги мои из других регионов звонят и спрашивают, «Ну что там ваши производители, там перечень расширяют, они готовы пойти к нам в регион». И это одна из наших задач, именно популяризация, стимул для наших предприятий, во-первых, повышать качество своей продукции, ну и, безусловно, увеличивая при этом объемы производства. А какие предприятия, может быть, самые популярные, которые уже подтвердили знак качества? В первую очередь, следует сказать, что это 22 предприятия, наверное, пока лучших в регионе. Это крупнейшие предприятия, это «Колбасный завод Тавр», это у нас группы компаний «Юга Руси», это «Оксайская птицефабрика», это и «Исаевский машиностроительный завод». То есть у нас из 22 предприятий, которые сертифицировали 55 наименований ассортиментно продукции, которые производятся, из них 38 видов продукции, это группа продовольственных товаров, и 15 видов – это группа непродовольственных товаров. И на сегодняшний день, конечно, заявлений на получение соответствующего знака подается достаточно много, но надо понимать, что это целая процедура. То есть недостаточно просто подать заявление и выполнить вот те критерии, которые поименованы. Я хочу, безусловно. Это нужно пройти, грубо говоря, испытания на каждом этапе производственного цикла и подтвердить качество, безопасность каждого производственного цикла. В случае, если, ну, как правило, не все предприятия получают этот знак, почему? Потому что, получив заключение специализированной организации, которая проводит эти исследования, с тем, чтобы внести какие-то корректировки в производственные этапы и процессы для улучшения качества продукции, не всегда предприятие возвращается с повторными, исправленными ошибками и, скажем, в своей работе. И, конечно, не входит уже вот в этот перечень лучших предприятий. Можно ходами, наверное, это делать. Но вместе с тем, многие предприятия все-таки, когда ставят перед собой цель, ее достигают. Поэтому на сегодняшний день в этом перечне, я бы не побоюсь этого слова, лучшие предприятия Донского региона. Какова стоимость прохождения данной процедуры? Значит, для предприятий-производителей эта стоимость составляет, по-моему, порядка 13 тысяч рублей. Ну, это не великие деньги. То есть какие деньги? Для предприятий общественного питания, сертификации, сферы услуг тоже порядка там 17 тысяч рублей. Поэтому я считаю, что для предприятий, что общественного питания, даже небольших, и для, тем более, предприятий-производителей это совершенно суммы приемлемые. В чем разница между ГОСТом и вот этой добровольной сертификацией? Ну, наверное, нельзя сравнивать ГОСТ. ГОСТ – это один из перечней тех стандартов, которым должна соответствовать та или иная технологическая цепочка. Это стандарт, которым он должен соответствовать. Все зависит от наименования производимой продукции, либо оказываемой услуги. То есть есть, соответственно, установленные стандарты, которым должны соответствовать предприятия при производстве либо при осуществлении деятельности в целом. Если говорить о сертификации в целом, то это система сертификации. То есть если говорить как документ, что такое сертификат, то сертификат – это подтверждение той системы, которую вы прошли, соответствуете и так далее. Поэтому это несравнимые понятия. И, как правило, ГОСТ – это составляющая всей системы норм, которым должен соответствовать предприятие-производитель либо предприятие, оказывающее услугу. А 22 предприятия на данный момент – это много или мало? С момента начала регистрации, осуществления вот этой сертификации. Ну, как я уже сказала, нельзя говорить, это много или мало. Наверное, в перечне общем предприятий-производителей, которые осуществляют деятельность в нашем регионе, это, наверное, очень мало. Потому что у нас их крупных даже больше трех тысяч, то, конечно же, это мало. Если говорить об ассортименте продукции, конечно, его тоже пока мало. Но еще раз говорю, что нет цели присвоить этот знак каждому предприятию-производителю. Есть цель стимулировать и повышать качество производителя. Либо в данном случае, когда у нас появится первый сертификат для оказания услуги, опять-таки стимул будет увеличиваться количество. И наша задача как раз-таки стимулировать предприятия и организация общественного питания для повышения качества, в первую очередь, для повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Если у вас есть вопросы к Рине Вячеславовне, звоните, мы на них ответим. Мы уже коснулись того, что общепиты, да, должны тоже проходить сертификацию. Не должны, могут. Могут проходить сертификацию. Как вообще проходит сейчас подготовка предприятий потребительской сферы к чемпионату мира? Очень интересный вопрос, действительно актуально. Значит, в январе текущего года оргкомитетом, который создан в правительстве Ростовской области, были созданы 13 рабочих групп, которые, каждая рабочая группа отвечает за определенное направление, за подготовку транспортной инфраструктуры, инфраструктуры здравоохранения и так далее. Вот в том числе одна из таких рабочих групп создана в департаменте потребительского рынка с уполномоченными органами. Эта рабочая группа называется «По подготовке инфраструктуры к питанию клиентских групп и болельщиков чемпионата мира 2018». С января месяца нами проведено уже 8 таких заседаний рабочей группы, куда вошли уполномоченные органы и правоохранительные надзорные, и общественные организации, научные организации. Что нами сделано? Вместе с органами местного самоуправления, безусловно, при их активной работе и позиции, мы сформировали перечень перспективных объектов, которые будут задействованы при входе встречи гостей, обеспечения питания клиентских групп и болельщиков, ну и, конечно, предприятий торговли и крупных объектов потребительской сферы. На сегодняшний день в этот перечень перспективных объектов вошло около 1700 объектов, включая предприятия торговли и предприятия общественного питания. Безусловно, основной акцент сделан на предприятиях общественного питания, потому что это гости, это те люди, которые в первую очередь пойдут кушать. Это естественно. Да, мы можем сколько угодно действительно на качественном уровне организовывать мероприятие, но когда человек здесь не наелся, ему, наверное, настроение точно у него соответствующее будет. Ну, это отступление, конечно. Нами разработаны в рамках подготовки этих предприятий два вида анкет информационных, которые содержат в себя несколько, десятков критериев даже, которым должны соответствовать предприятия торговли отдельно и предприятия общественного питания, потому что требования разные, начиная от вопросов антитеррористической безопасности и заканчивая вопросами качества предоставляемых услуг. То есть вот по этим критериям были составлены анкеты, как я уже сказала, для торговли они составляют, по-моему, 56 критериев, для общественного питания порядка 47 критериев. И нам этот мониторинг позволил дать общую картину состояния потребительской сферы вот этих форматов к подготовке к чемпионату мира. Да, конечно, проблем очень много, они все системные, как правило, как для предприятий торговли, так и для предприятий общественного питания. И вот цель вот таких ежемесячных заседаний нашей рабочей группы, это, конечно же, разрешение этих проблем, это содействие хозяйствующим субъектам в приведении в соответствие с нормами действующего законодательства, и, конечно, самое главное, достойно представить Ростовскую область в нашей структуре потребительской сферы, в первую очередь, в 2018 году. Это системная работа, которая будет продолжаться вплоть до чемпионата. И более того, это не значит, что мы что-то новое придумали. На самом деле, эти предприятия уже сейчас должны соответствовать всем критериям, которые поименованы в анкете. Но, к сожалению, большая часть из них не выполняется. И сейчас для всех предприятий, которые включены в этот перечень перспективных объектов, в то время, когда они могут воспользоваться практически бесплатным аудитом контролирующих органов. Как бы это ни звучало, может быть, абсурдно, но это действительно так. То есть в рамках нашей рабочей группы мы совместно с уполномоченными органами выходим, мониторим эти объекты общественного питания, как правило, и даем соответствующие рекомендации. Какие основные нарушения предприятий? Основные нарушения, как я уже сказала, это в первую очередь тот очень важный вопрос, который будет актуален и в период проведения чемпионата мира, да и он актуален каждый день. Это, конечно, вопросы безопасности. То есть это наличие паспортов безопасности, это категорирование объектов, в первую очередь мест массового скопления, крупных торговых центров, рынков, так и предприятий общественного питания. На сегодняшний день, к сожалению, у нас процентов 10-15 всего лишь выполнения по этому показателю. И здесь это отдельный план работы, и наша дорожная карта по обеспечению прохождения этих требований. Второе, очень распространенное, это, конечно же, обеспечение доступной среды, что называется это пандусы для инвалидов, то есть возможность обеспечить доступ всех категорий граждан к получению этой услуги. Конечно же, это вопросы безопасности производства, в первую очередь производственного процесса, это наличие и внедрение принципов ХАСП, то есть это тот самый стимулирующий фактор и обязанность предприятия общественного питания в первую очередь обеспечить внедрение этой системы и таким образом гарантируя качество, в том числе предоставляемых услуг. Ну и ряд еще, скажем так, нарушений, которые, они тоже системные, они тоже, понятно, исправимы, но здесь самое главное, что сейчас у предприятий есть уникальная возможность привести это все в соответствие под профессиональным и консультированием, и надзором рабочей группы. Вот вы уже коснулись пищевой безопасности ХАСП, да, системы, расскажите о ней подробнее, что это за система? На самом деле это не новая система, она еще в 60-х годах была введена в Европе. Это, что это такое? Принципы ХАСП – это возможность определения контрольных критических точек и работа с этим, в ходе производственного процесса, да, и работа вот в этом направлении. В 90-х годах это было обязательное требование международных стандартов в Европе, и только в 2015 году это стало обязательным требованием для предприятий в России. Общепита, да? Это касается и предприятий-производителей, и предприятий даже торговли, но в случае, если торговля оказывает какие-то услуги именно, ну, даже в тех же торговых центрах мы видим там собственную кулинарию, то есть они тоже должны иметь и внедрить у себя принципы ХАСП, и соответствовать всей каждой технологической цепочке. То есть это вот такой контроль качества производимой продукции, контроль качества каждой технологической цепочки и анализ, системный анализ вот тех критических точек, которые могут возникнуть и, собственно, предотвратить их возникновение, скажем так. Ну, если вот так словами обывателя, чтобы было понятно, что это такое. Хотя на самом деле это целая система норм, система вот этих аналитических исследований, которые позволяют предприятию повысить качество производимого продукта. В прошлом году было принято постановление правительства Ростовской области о размещении нестационарных торговых объектов, да? Насколько сейчас вот улучшилось положение предпринимателей вот с тех пор, как приняли постановление? Ну, давайте так, то есть история, опять-таки, краткая. С 2015 года, да, то есть 1 марта 2015 года были внесены изменения в земельный кодекс, которые, скажем так, предоставили альтернативу для предпринимателей, как возможность заключения договоров о размещении. С одной стороны, казалось, да, что механизм очень прост, и мы теперь не надо заключать там договор аренды, там и ряд других процедур, там, не знаю, выделять участок земли, там присваивать там кадастровые номера и так далее. Ну, то есть там очень такой процедурный момент, процедурная система очень такая непростая. И на первый взгляд казалось, что, да, действительно, механизм упрощен. Но в то же время был принят земельный кодекс, и не более того. У органов местного самоуправления, которые в первую очередь, полномочия которой входит реализация этого, этой функции, возникло очень много вопросов. И я хочу сказать, что Ростовская область – единственный регион в Российской Федерации, где было принято постановление о, скажем так, методике применения этих норм на территории региона. И некое, там, единое руководство к действию для органов местного самоуправления. Конечно, всегда с введением новых нормативных актов есть перегибы с механизмом ее реализации. И на первом этапе, конечно, было очень много жалоб в этом, в этих процедурах, потому что, к сожалению, понимания единого не было. На сегодняшний день по поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, мы проработали и постарались упростить механизм предоставления земельных участок под размещение нестационарных объектов торговли, прописав соответствующие требования и механизм реализации в постановлении, о котором вы сказали, 583-е. Но вместе с тем, даже в ходе реализации этого постановления, хотя обращаю внимание, что мы единственный регион, то есть больше нигде этого нет, и в других регионах, конечно, там проблема еще больше. Колоссально. Да, но сейчас уже и коллеги наши из других регионов заимствуют у нас этот опыт и используют в своей практике. Так вот, возвращаясь к механизму «стало проще» либо «нет», как нам кажется, стало проще. Но, как я сказала, есть перегибы на уровне реализации. Поэтому мы сейчас еще в данный момент вносим изменения в это постановление для того, чтобы еще больше упростить механизм предоставления земельных участков под размещение. Ну, например, если предприниматель осуществлял длительное время деятельность на этом объекте, на этом земельном участке, то у него есть преимущественное право для размещения здесь же, на этом же участке своего объекта нестационарной торговли. Даже в случае, если ранее у нас была редакция, в случае, если у него был заключен договор размещения, то он его может продлить, то сейчас мы вносим изменения в той части, что если у него был даже договор аренды заключен, он вправе заключить договор в случае, если он выполнял все нормы, требования и так далее, то есть был добросовестным налогоплательщиком, он вправе и по-прежнему осуществлять там же деятельность. Потому что одним из важных критериев осуществления деятельности предпринимателя в таком формате нестационарной Это все-таки длительность этих правоотношений с местными органами власти. Я имею в виду договоры, которые заключаются, они заключаются теперь на более длительный срок. Если раньше максимальный срок был год-три, то сейчас это 7-10 лет. Это очень важно, поскольку мы понимаем, что поставив овощной ларек достойный, уже есть свой трафик, есть свои клиенты, которые иногда приходят даже не для того, чтобы купить продукцию, а для того, чтобы спросить, как у тебя дела. Ну и такое тоже есть. И таким образом обеспечивая постоянство и, может быть, увеличивая, стимулируя таким образом предприятия, извиняюсь, предпринимателей для осуществления деятельности. Поэтому мы надеемся, что просто в ближайшее время все-таки этот механизм будет прост. Но еще раз говорю, что всегда и всех довольных быть не может. И мы в этом плане работаем, мы постоянно встречаемся с предпринимательским сообществом для того, чтобы разъяснять те или иные нормы и требования. Потому что иногда мы понимаем, что есть не всегда понятные механизмы реализации действующего законодательства. Им еще попробуют донести эту информацию. Да, поэтому наша задача в том числе и разъяснение этих норм. Есть еще одно направление у нас в регионе, которое сейчас активно все-таки продвигается. Это винный кластер Долины Дона. Расскажите об этом кластере, чем он полезен региону, для чего он вообще нужен. Вина, как говорится, и так куча. Да вы знаете, я бы так не сказала, что вина куча. Потому что нужно разделять понятие, что такое вино, что такое винный напиток, а что такое, наверное, спиртосодержащая жидкость, на которой наклеена этикетка под названием вино. То есть это разные вещи. Ростовская область у нас является уникальнейшим регионом, еще и потому, что в России всего 7 регионов, где выращивают виноград и производят из него вино. Ростовская область уникальна тем, что мы самая северная зона возделывания винограда. У нас укрывное виноградарство, и действительно очень сложный этот процесс выращивания винограда, ну и собственно производство из него наших уникальных вин. А они действительно уникальны именно потому, что с силой специфики нашего географического положения региона, ну и, наверное, давних традиций, которые были заложены много веков назад. Поэтому наша задача при создании винодельческого кластера была все-таки возродить то, что мы действительно утратили. И сегодня этому направлению, это принципиально новое направление, и это очень важная точка роста экономики нашего региона. Почему? Потому что в целях развития государственной политики по снижению масштаба злоупотребления алкогольной продукции приоритет все-таки в рамках этой концепции отдан развитию виноградарской и винодельческой отрасли. В нашем регионе для этого есть все, начиная от тех уникальных земель, виноградников, даже научных учреждений, образовательных учреждений, предприятий, которые производят продукцию действительно качественно, высококачественно, и заканчивая теми предприятиями, которые готовы это реализовывать, готовы поставлять и производить комплектующие оборудования для производства. И вот идея создания кластера была как раз-таки в кооперации всех вот этих вот предприятий, заинтересованных науки, образования, предприятий-производителей, торговли. И сегодня уже очень активно развивается и туризм, винный туризм, который также набирает свою популяризацию, актуальность. И мы действительно хотим, чтобы гости нашего региона, и как я уже сказала, что готовясь даже к чемпионату 2018 года, это одно из важных направлений. И поэтому в рамках работы кластера есть три проекта. Первый проект – это развитие и кооперация научной и образовательной сферы. То есть у нас есть научное учреждение, которое сейчас занимается селекционными разработками. В первую очередь наших автохтонных сортов винограда, потому что мы можем сколько угодно здесь сажать европейские сорта, но все равно не будет у нас никогда пино-нуар наш по-донскому. У нас есть красностоп, у нас есть сибирьковый, у нас есть уникальнейшие сорта винограда, из которого производятся наши уникальные вина. И объединение науки и образования здесь в первую очередь призвано готовить специалистов, которые будут не только выращивать виноград, но и производить из него вино. Причем не только вино географических указаний, но и, верно, забегая далеко вперед, на самом деле это специалист широкого профиля, который может быть не только исключительно агрономом, работать с землей с виноградом, но и может осуществлять его первичную переработку, но и соблюдая те технологии, либо наоборот внедряя новые для производства наших уникальных вин. Второй проект – это развитие торговой сети под брендом «Вина Долины Дона». Уже на сегодняшний день торговая сеть насчитывает семь магазинов, в которых представлен весь ассортимент продукции наших производителей. Короткая справка. У нас есть 8 предприятий крупных производителей, которые имеют лицензии на производство вина, игристого вина, шампанского. И есть порядка 25 пока еще крестьянских фермерских хозяйств, которые занимаются так называемым микровиноделием. Гаражное вино, да? Гаражное вино, да. Ну, по-разному. Вы знаете, сейчас пока так и не присвоили статус официальный, пока называют там крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, которые выращивают виноград и производят из него вино, ну, пока что для собственного потребления. Хотя в перспективе и ряд послаблений в действующем законодательстве для этой категории хозяйств есть. Во-первых, у них снижена пошлина для получения лицензии, и они могут получить лицензию уже на производство, обороты, розничную продажу, вина, которую они произведут. Но, опять-таки, не так все просто, как написано в законе. Конечно, есть и ряд подводных камней, которые пока на сегодняшний день не позволяют, наверное, реализовать в полной мере и получить лицензии. Но мы, опять-таки, в рамках работы кластера ведем и эту работу, мы постоянно встречаемся, разъясняя те нормы и требования, мы готовим инициативы от субъекта, от винодельческого сообщества для того, чтобы на уровень федеральный, для того, чтобы, опять-таки, повысить эффективность применения действующего законодательства и упростить жизнь крестьянским фермерским хозяйствам, которые выращивают виноград и производят из него вино. И, конечно, наша задача – обеспечить и сделать эффективную, действительно, точкой роста экономики нашего региона, вот это направление. И третий проект – это туризм, то есть винный туризм, то, о чем мы говорили. Сейчас мы взаимодействуем с туристическими агентствами, с гостиничными комплексами, а для того, чтобы гостям нашего региона могла быть предоставлена уникальная возможность посетить эти небольшие хозяйства, крупные предприятия, которые осуществляют деятельность и производят винодельческую продукцию, посмотреть наши уникальные, действительно, виноградники, посмотреть, как раз-таки, вот сейчас идет уже этап переработки этого винограда, и таким образом стимулировать и увеличивать туристический поток в наш регион. А действительно, мы видим, что актуальность этого растет, действительно, мы видим, что потребителей, которые стали разбираться в вине, которые хотят узнать, что же это такое, как на дону производят его, действительно, становится больше. Конечно же, это очень сложный путь и непростой путь, но мы все-таки надеемся, что вот этот винодельческий кластер, он тоже единственный пока в Российской Федерации. Мы пошли вот по этому пути развития виноградовской, винодельческой отрасли в регионе. У нас сегодня уже насчитывается более 20 участников кластера, и мы практически ежеквартально наращиваем это количество участников, таким образом обеспечивая кооперацию интересов всех участников кластера для достижения общих, понятных целей. Кто входит сейчас в этот кластер? Я уже сказала, что это в первую очередь научно-образовательное учреждение. Очень серьезную роль в этом играет наш Донской государственный технический университет. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, о создании направления на кафедре, который готовят технологов и специалистов в сфере виноделия и виноградерства. Также заключено соглашение с Институтом Новочеркасским «Потапенко». Это вот наше научное учреждение, где еще есть небольшая, но есть научная база, которая, я надеюсь, позволит все-таки дать новую жизнь в развитии и кооперации науки и образования в этой части. Туда вошли предприятия-производители наши. Это и Цемлянские вина, это и Милеровский винзавод, и ряд других крупных предприятий нашего региона в винодельческой отрасли. Туда вошли предприятия, уже гостиничные комплексы, туда вошли предприятия, производящие комплектующие оборудование, предприятия, которые производят упаковку, этикетку и так далее. Вот сейчас мы стоим на очередном этапе присоединения новых участников, это уже туристические компании, это банки. И я надеюсь, что, безусловно, не все так просто, и не может быть просто реализован никакой проект. Поэтому мы понимаем четко наши цели, понимаем четко задачи, самое главное есть стимул и желание хозяйствующих субъектов. Еще вот не так давно появилась новая система ЕГАИС для предпринимателей, да? Чем, что это такое вообще, для чего она нужна? Расскажите, потому что многие вот обращаются, звонят. А что это за система? Вы знаете, еще год назад, если бы вы мне задали этот вопрос, я бы, наверное, сказала, что это вообще страшное дело для всей алкогольной отрасли. Но глаза боятся, руки делают, принят федеральный закон, и с 1 января 2016 года введено обязательно требование для всех организаций, осуществляющих оборот алкогольной продукции, включая пиво, напитки, произведенные на основе пива, и даже сидор, пуаре и медовуха. Они все должны быть оснащены приборами учета ЕГАИС, учета производства, обороты, розничной продажи алкогольной продукции. И с 1 января 2016 года все эти организации должны были быть подключены. Конечно же, этого не произошло, и мы знаем, что даже на федеральном уровне были приняты подзаконные акты, которым была предоставлена отсрочка в внедрении этой системы, потому что понимали, что это непросто. Во-первых, это информационный, это единый информационный ресурс на всю Российскую Федерацию. Туда нужно на одномоменте подключить сотни тысяч хозяйствующих субъектов. Мы столкнулись с этими сложностями здесь, в нашем регионе, но работу в этом ключе по поручению губернатора ввели практически в ручном режиме. Когда мы до 1 января 2016 года провели более 40 семинаров, совещаний с хозяйствующими субъектами, мы были организованы горячие линии для предпринимателей, которые работали в режиме нон-стоп, мы консультировали и убеждали предприятия, что действительно это нужная система, она будет эффективной. Конечно, на этапе внедрения любой системы есть свои сложности, есть свои трудности, начиная от технических характеристик и возможностей, заканчивая человеческим фактором. Но в то же время вот такая системная работа позволила нам войти в тройку лучших регионов по выполнению этого требования. На сегодняшний день в Ростовской области практически 98% хозяйствующих субъектов соответствуют этим требованиям, внедрили эту систему и работают в рамках этой системы. И очень многие уже сейчас звонят и говорят, как хорошо, что ввели эту систему. Мы же ушли от многих бумажных отчетов, мы ушли от необходимости проведения каких-то сверок, еще каких-то дополнительных формирований отчетов, потому что есть уже единая система. И те, кто действительно поставив оборудование, обеспечив должный уровень работы интернета, абсолютно спокойно уже работают в этой системе и, что называется, получают от этого удовольствие. Насколько она затратна для предпринимателей? Такой очень вопрос непростой, но мы постарались все-таки на территории Ростовской области не допускать перегибов со стороны различных хозяйствующих субъектов, потому что мы не можем влиять на процесс формирования цены, на это оборудование. Потому что для некоторых хозяйствующих субъектов, например, при наличии компьютерной оргтехники, подключение к интернету, это составляло одну сумму. То есть им нужно было всего лишь внедрить бесплатное программное обеспечение, купить G-карту и обеспечить подключение к необходимым ресурсам. То есть это составляло порядка 20-30 тысяч. Для некоторых хозяйствующих субъектов это повлекло за собой затраты в виде дополнительных специалистов, которые будут этим заниматься, в виде новых программных обеспечений, компьютеров и так далее. И где-то в некоторых предприятиях эти суммы доходили до 200-300 тысяч. Все зависит от того, насколько предприятие было оснащено на момент внедрения ЕГАИС именно техническими информационными ресурсами. — Произошло ли удорожание алкоголя в связи с внедрением ЕГАИСа? — Нет. Вы знаете, удорожание алкоголя на цену товара это не повлияло ни в коем образе. Конечно же, на этапе внедрения ЕГАИС были и такие перегибы, когда многие хозяйствующие субъекты, всяческим образом пытаясь отклониться от внедрения этой системы, говорили, да вот сейчас цены вырастут, и вот эта ситуация, она нагнеталась. То есть у нас же каждая истерия ценовая, она в большей степени нагнетается самим обществом. Потому что и здесь то же самое происходило. Но мы, что называется, здесь держим руку на пульсе, и перегибов со стороны хозяйствующих субъектов нет. Ну и хозяйствующие субъекты-то в этом не заинтересованы. Но кто придет к вам на объект торговли, когда понимает, что рядом в объекте можно купить продукцию в течение гораздо ниже. А как с этим обстоят дела в сельской местности? Отличаются ведь, правильно? Конечно же, сельская местность у нас вызывает особую озабоченность, потому что и оборот продукции там гораздо ниже, и доступность, в том числе информационных ресурсов, она гораздо ниже. И даже начиная от того, что там кадровый голод очевиден, и ряд других составляющих проблем, которые в совокупности влияют на развитие этого формата в сельской местности. Но если говорить о ЕГАИСе, то сельская местность у нас должна с 1 января фиксировать факт закупки продукции, но вместе с тем до 1 июля 2017 года освобождена от фиксации в ЕГАИС факта продажи. То есть пока там есть некий переходный период, и они могут адаптироваться, опять-таки подготовиться уже к этому процессу, и в том числе финансово. Более того, я хочу сказать, что со стороны государства сейчас проработан этот вопрос, и был принят приказ Министерства финансов о том, чтобы часть налоговой составляющей, которую должны предприниматели отчислять, она может быть удержана на сумму, затраченную на установку ЕГАИС. То есть я считаю, что это очень серьезный стимул, не стимул, а поддержка для предприятий, хозяйствующих субъектов. И мы сейчас разослали вот это письмо с тем, чтобы предприятия могли хотя бы в части компенсировать эти расходы. Ну что ж, Ирина Вячеславовна, в завершении нашей с вами беседы у нас есть вопрос, который мы всем гостям задаем. Что хорошего в вашей жизни происходит сейчас? Да вы знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю. «Все хорошо, нельзя говорить, что…» Да, конечно, есть сложности, есть проблемы. Ситуация непростая, мы это понимаем. Мы понимаем четко проблемы в каждом сегменте в сфере потребительского рынка. И наша задача как раз-таки сделать эту среду лучше, повысить качество производимых товаров, оказываемых услуг. Ну и, собственно, конечно, всегда это делаем с удовольствием, но и очень активно взаимодействуем с отраслью для того, чтобы знать проблему изнутри, для того, чтобы вовремя нажимать, что называются, те кнопки и поддерживать таким образом уровень нашего субъекта в сфере развития потребительского рынка. Я хочу сказать, что мы входим в шестерку, десятку лучших регионов. То есть мы на шестом месте и по величине розничного оборота мы поднялись, несмотря на непростые условия, несмотря на непростую ситуацию в целом в экономике. Но в то же время мы видим точки роста, мы понимаем, за счет чего можно стимулировать и делать благоприятным климат и повышать качество потребительской сферы нашего региона. Ну что ж, на этом наша беседа завершается. Я напоминаю нашим слушателям, что гостей сегодняшнего эфира стала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Тиларова.